Доброе утро! 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 сказала, приходи на Кирова 33 какое-то время. И вот я когда пришла, это вот, сами знаете, вот это старое здание, двухэтажное, и вот на втором этаже там была Любовь Алексеевна Никитина, Толбонова Надежда Семеновна, и они так обрадовались, что пришла представитель малочисленных народов танцевать в ансамбль. И вот я была с... Ну, там было сначала не так много девочек, девушек, это были там в основном студентки с районов... Вот Сабыйского много было девушек, с Верхоянского были, с Момского, ну вот, например, скажу даже имена Марианна Слепцова, Надя Туласынова, Агаша Ушницкая, Марианна Макарова, Наташа Соломова, так, ну вот, Галя Добанова. Вот, и вот мы начинали, несколько девушек занимались, и вот это был первый состав ГЛУНА, который вот сейчас стал театром КМНС. Это был 91-й год, я была самая младшая, потом... 30 лет прошло. Да, нынче как раз отмечали недавно 30-летие ансамбля, очень грандиозно прошло, и мы, когда вот встречаемся, мы очень радуемся вот таким встречам, Любовь Алексеевна всегда радуется, и вот это вот я вот, именно вот в этом ансамбле я раскрылась уже, ну вот танцуя движение танца народов Севера, там евенкийские танцы у нас были, кориакские были, венские, юкагирские, вот это я все впитывала, как губка, ну и ансамбль тоже разрастался, там уже другие пришли у нас, парни пришли, студенты, другие желающие пришли, и так я танцевала 7 лет, потом вышла замуж и уже перестала ходить. Вот, а потом я уже учебу закончила, работала по экономической направленности, в Министерстве экономики работала, налоговая инспекция работала, вот госслужба, там почти 13 лет у меня было. Но вот сидя по уходу, у меня трое детей, вот когда с дочкой сидела, у меня, ну как бы, пошла такая энергия, что-то хотела сделать. И как раз в это время у нас Молодежный совет Ассоциации Венков, он такой прямо вот, началась активность такая большая, у нас был Молодежный совет, председателем был Ваня Трофимов, вот, и с нами занимались Варламов Александр Николаевич, они вот прямо показывали, мы прямо помню, все собирались, там занимались, хороводы, обряды там, святоства и так далее, вот нас Александр Николаевич учил. И потом как раз юбилей дедушки нашего был, моего, ну вот нашего, да, ему исполнилось тогда 90 лет, и мы приготовили танец, мы станцевали, родные, сестры, двоюродные, и невестки наши, и у нас как раз праздновали вчера эти, и сказали, ой, вы какой ансамбль, говорят, незнающие люди, а мы говорим, мы не ансамбль, мы внучки говорим, и все прямо так удивились, да, и сказали, ой, да, из вас оказывается, можно сделать ансамбль, и вот как раз на фоне вот этого, то, что мы так активно стали танцевать, вот это вот, и заниматься, и вот, значит, решили создать ансамбль, вот, и первый состав у нас был, вот в основном были Усьмайские, потом стали присоединяться из Тяни, Констанции, это вот Константина Петрова, сейчас она учитель евенкийского языка, 38-й школе, потом, ну вот, из Йенгры были, Усьмайских много было, не только родственники, но и другие, вот земляки были, и, в общем, у нас вот ансамбль, вот так вот, Геркелин, стал заниматься в 2013 году, сентября, по приглашению Ольги Петровны Хлопковой, она тогда была единственным специалистом в Доме дружбы народов по культуре комбинных народов Севера, и вот мы, значит, стали заниматься, и с тех пор уже, оказывается, прошло в этом году, если посчитать, уже 8 лет ансамблю. Настя, скажи, а название ансамблю Геркелин, откуда оно появилось, кто вам его порекомендовал, и что означает это слово? Мы долго думали, мы сначала, когда вот в 2013 году, в феврале, впервые танцевали, у нас пока не было названий, потом на Бакалдыне летом танцевали, все, никак не могли придумать название, а вот осенью уже конкретно нам надо название. Кого только мы не спрашивали, мы и хотели назваться как «Полярная звезда», там, еще другие какие-то там были, ну вот, именно на Венкийском тоже, да, вот именно с разными смыслами, а потом, ну, кто-то сказал, дружба, назовите просто дружба, Геркелин, в переводе означает дружба, Геркелин, ну, действительно, у нас же как бы много людей, много разных, молодежи, мы все как бы друзья, так далее, дружим, и ко всем так же, так вот, дружба народов и все такое, поэтому Геркелин это самое такое, ну, получилось оптимальное название. Геркедру, Геркелин, дружба, да, Анастасия, атмосфера в ансамбле очень семейная, добрая, первые ребята, которые пришли танцевать, Геркелин, где они сейчас, дальше занимаются ли они этими танцами, культурой народов своего? Ну, вот, самые первые девочки, это вот, в основном были, это мои сестры, невестки, они сейчас уже, если, конечно, уже взрослые, замужем, с детьми, тем не менее, они дают вот это полученное знание, культуру своим детям, у нас наши дети изучают овенкийский язык на курсах, которые ассоциация проводит, участвуют на НПК разных, вот, в школе, да, и у них темы как раз то по овенкийской одежде, то по обычаям, традициям, то есть они все равно это дальше своим детям проводят. Вообще, наши вот еще другие, которые первые, ну, очень много были одно время из Тяни, там вот и венки живут, они сейчас уже все тоже, парни, ну, бывает так, это же студенты, в основном, когда вот якутские учатся, они у нас занимаются, учеба заканчивается, разъезжается по домам, уже готовые специалисты у себя работают или где-то по распределению, парни у нас в основном в армию уходили, почти все парни у нас в армию служили, девушки замуж уходят, уже многие тоже семейные, с детьми, замужем, очень вот радуюсь, что вот из коллектива нашего образовалась семья, вот, и вот Яна и Влад Игнатьева, у них сейчас ребенок есть, ну, вообще вот таких примеров много, когда вот именно вот такая теплая обстановка, дружба, вот она длится и сейчас, то есть они, перестав ходить, они общаются до сих пор и сейчас, до настоящего времени. Самый большой состав по количеству участников какой был в Геркалеине? Так, ну, если так подумать, то это вот год, когда мы ездили в Москву, наверное. Вообще, у нас поездки начались с 2015 года. Анастасия, мы уходим на небольшую рекламу, буквально на две минутки, встретимся во втором блоке и продолжим разговор о нашем Геркалеине. Хорошо? Хорошо. Я приветствую наших радиослушателей и телезрителей в прямом эфире программа ГЕВАН и сегодня у нас в гостях Анастасия Ремеевна Куличкина, ведущая методист по традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера, Дома дружбы народов имени Алексея Лисеевича Кулаковского, член правления Ассоциации ВНКов Республики Саха-Якутия. Мы работаем в прямом эфире, вы можете присоединиться к нам, задать свои вопросы, пообщаться с Анастасией Ремеевной по номерам телефонов 32 00 66 32 11 66. Анастасия, мы в первом блоке говорили о ансамбле Геркелин, о том, как все это зарождалось, как это начинался твой творческий путь. И сегодня ансамбль он очень востребованный, известный не только в республике, но и за пределами. У вас были большие выезды, вы работали и в Москве, и в Китае, насколько я знаю, да? Скажите, пожалуйста, как вам удается проводить такую выездную работу? Ведь это все равно надо финансы находить, как-то отрабатывать эти моменты все. Ну, самая большая проблема, конечно, это финансирование. Поэтому для именно самодеятельных коллективов и так далее, мы же не финансируемся из бюджета, поэтому приходится писать гранты, как говорится. И вот через общественную организацию «Салий Мамонт», председатель Пётр Геррис, через ассоциацию «Венков» я писала проекты, в том числе и на выезд, участие в разных фестивалях. Вот первая поездка у нас была в 2015 году в Китай, ну и Благовещенск, это был фестиваль «Манящие миры», амурский тур был. Мы принимали Благовещенске, там в это же время была Олимпиада по венкийскому языку и орачонскому языку, культурной программе принимали участие, потом, после этого ездили в Китай, там знакомились с эвенками, которые проживают в Китае. Очень интересная была у нас тогда программа. Потом после этого мы ездили в 2017 году в Москву на сокровище «Север», это тоже по гранту. В то время Министерство по развитию инициатив гражданских инициатив было, Минобщество, вот через это писало. Вот в Москве мы на сокровищах Севера с молодежной группой ездило у нас тогда семь пар. Семь пар, потом певица Наталья Брис, и вот я была, нас 16 человек ездило. Мы очень хорошо, достойно выступили, заняли первое место именно по танцевальному, народному танцу, вот показали, вот у нас своя программа была от Республики Саха-Якутия, с нами тогда ездил также Максим Дудкин, поэтому у нас была очень, а потом была Екатерина Слепцова из Момского района, вообще у нас шикарная программа была, мы давали на площадях свою программу Катя Дудкина была, да, Екатерина Дудкина, Катя Дудкина, вообще вот очень такая у нас программа была такая, что все вот так вот, мы в моем эфире в Москве на телевидении были, Москва вечерняя и так далее, но вот нас везде вот так вот носили чуть ли не на руках, потому что действительно программа была очень хорошая, шикарная программа была, достойно показали и культуру венков, и венов, вообще, ну, очень хорошо выступили. Следующая поездка у нас была в 2018 году, это уже я с детской группой ездила. Вообще, у нас в ансамбле изначально были молодежь, после этого в 2014 году у меня появились дети и чуть попозже в этом же году появилась женская группа, то есть у меня было три группы в ансамбле. Извините, Анастасия, у нас звонок, примем. Алло? Алло. Алло. Здравствуйте. Здраво, друзья. Здравствуйте. Благодарю, как я, мальчик, я, я. Ага. Добрый день, я. Добрый день, я. Добрый день, Второй вопрос. Вы знаете, что вы говорите? Да, да. Можно, да. Можно, да. Можно, да. Можно, да. Можно, да. Можно, да. Здравствуйте. 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 Вопрос такой. Вот вы знакомите по всему миру свой народ, Эвенков, да? Да, Анастасия, да? Да, Анастасия. И вот вы своим внешностью одеждой, своими колоритными национальными движениями покоряете весь мир. Но все вы знаете свой родной язык, и когда вы Маши, Васи, Ивановы, Сидоровы, Колесовы, Слепсовы, да? Не удивляются ли, не удивляются ли, почему так, и не желаете ли вы вернуться своим исконным именам? Если бы вы вернуться, вы, к tutte, вы, кажется, это, кстати, вы вернуться겁но, да? musun? русскоязычные казаки насильно перевели, чтобы наши народы не знали, что они другой народ, а крестьянство, свои имена, свои учения и прочее-прочее. Спасибо. Спасибо, Джулусхан Бапагай. Вопрос понятен. Анастасия, очень интересный вопрос, кстати, по поводу национальных имен. Думаю, что у каждого представителя венкийского или венского всё равно есть второе имя, которым его называют дома на своём родном языке. Зачастую это имя громко не произносится, оно используется в кругу семьи. Но у нас также есть ещё и примеры, допустим, глава Беллёцкого района Джулустан Витальевич. У него все дети имеют национальные имена. Имана, Дыгын, Бирая. Также у Андрея Исакова тоже дети. Да, дети все вносят национальные имена. Венкийские имена, да. Вот тот же пример, да. Мой брат Андрей, у него дети, девочек зовут Бирая, Аявуна. Сыновей зовут Айорган, Айсен. Это вот национальные имена, да. Потом вообще у нас на празднике Бакалдын есть обратно имя наречения. Мы для желающих людей, будь не только обязательно детям, но и взрослым, даём венкийские имена. Это смотря от характера, от внешности и так далее. Если человек, например, девушка беленькая, светлая кожа и так далее, можно её назвать иманно. То есть она, например, беленькая, как снег, светлая, да. И так далее. Ну вот у каждой, вот, например, у творческих людей, у наших тоже вот есть свои псевдонимы, имена. Ну вообще вот если смотреть, да, по возвращению исконно, чтобы в паспорте было, да, вот такая работа, в принципе, тоже ведётся. Вот пример привели же, да, вот глава Белецкого наследия Джулстан Сидоров. Вот он прямо сам, он наш член правления Ассоциации Венков. И вот одна из направлений вот нашей деятельности тоже идёт к тому, чтобы, ну, изучать язык и плюс ещё вот прививать, давать имена. Вот. И, ну, у нас, если смотреть, то уже поколение детей, многие имеют имена. Свои. Свои уже, даже официально. Вот. И ежегодно вот обряд именно речения очень интересует людей. Я была на таком обряде, когда мальчику имя Амикан дали. И, наверное, всё-таки в крови, в душе у людей есть. Но ещё бы я хотела напомнить, что у каждого Эвена или Эвенка или Юкагира всё-таки есть своё второе имя. У всех практически, которые вот используются пока, может быть, в кругу семьи. Но многие уже себе в паспорт вписывают новые имена. Спасибо большое. У нас так быстро закончился второй блок. Мы уходим на небольшую рекламу. Встретимся после неё. Не забывайте, мы в прямом эфире. Звоните, общайтесь. Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире. Можете звонить нам по номерам телефонов 32 00 66 32 11 66. И у нас сегодня в студии замечательный гость Анастасия Еремеевна Куличкина. Методист отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера Дома Дружбы Народов имени Алексея Елисевича Кулаковского. Член правления Ассоциации ВНК в Республике Саха-Якутия. Айна Нитвич, ещё раз. Айна Нитвич, ага. Звонок? У нас звонок. Анастасия, примем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Говорите. Такой вопрос. По численности Эвенки больше или Эвенов? Хорошо. Спасибо за вопрос. Именно в Якутии число Эвенков больше, чем Эвенов. Это 21 тысяча по переписи 2010 года. Эвенов 18 тысяч. А вообще Эвенки проживают в других регионах России. Это вот в Бурятии есть, Красноярский край, Иркутская область, Забайкальский, Таймыр. Кроме того, есть Эвенки и в Китае. И во внутренней Монголии еще, по-моему. Да, во внутренней Монголии. И общая численность Эвенков вообще по миру 70 тысяч человек. В России 35 тысяч. А звонок еще раз. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьтесь. Алло. Да, да, слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Меня попрос берегу на вас. Хорошо. Ахе китулгатар майя хадьян тул барду. Ахе китулгатар. Мин, қос-қос, эвен, ґос-қос, эвен, ґос-қос, эвен, мая хадьян бадага. Кантан хаджатый, қантан аридигет. Нюрбаттан, ай, куараттан, ґиджел. А, эвен Нюрбаттан түриттэк. Ага, хорошо. Вполне возможно, да, что могут быть топонимы, названия, самоназвания людей. Ну вот, например, в Нюрбинском улусе раньше проживали венки, тунгусы. Это вот уже давно известно, учеными это изучено. Вот туда, значит, переселился род Нюрмаган. Вот, и поэтому вот именно пошли такие вот названия Нюрба, Нюрма, Нюрба. Ну вот это вот связано с этим родом. И вот, если по топонимике, там тоже очень много таких вот населенных пунктов, которые вот в якутском языке нет этих слов, а это все тунгусские слова. Да. И, скорее всего, майага тоже, наверное, овенкийское слово, если по звучанию. Да, по звучанию тоже очень похоже. Похоже. Ну, это могут сказать наши ученые конкретно, да. Я сама не ученый, поэтому сейчас, на данный момент, вам не могу сказать, но... Можно в институт обратиться, да, спросить. Да. Угу. Отдел. У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здраво, Ру. Здравствуйте. Здраво. Сегодня мы учistили побыма сложно, а Один говорит, что ребенок владелец был удачин, что наши дети не хотят как мужчины. Он доказал, что мы делали фотографий-кох Herz Allied и удачных друзей, Радисola нет собственных родителей, это вашим городе присоединения Хорошо. Ну, Охотск и... Ну, поэтому вопрос я отвечу, да? А, ну да. Очень хорошие связи с Эвенами Магадана, мы общаемся, там живут Эвены в Эвенске. И, скорее всего, на их тоже, наверное, Эвенкиское, Эвенское слово, скорее всего, название, да, Тунгусское, ага, название территории. Если что, вы можете оставить свой номер телефона, я вас свяжу с Эвенами Эвенского района, Магаданского края. По поводу пород, есть и Эвенская, и Эвенкиское там, потому что по Эвену больше живут в горно-таёжном районе, Эвенки живут в таёжной, там условия кочевания разные, поэтому и породы, видимо, вырастают олени другие. Есть также и Чукотская каргин, это мясная, тундринная порода. Так что было, по-моему, если не ошибаюсь, 4 или 5 видов популяции северного оленя пород. Но они ещё и отличаются немножко вот высотой в холке, скажем, да? С высотой, там качествами деловыми отличаются друг от друга. Скажем, Эвены — это крупные, высокие породистые такие вот скакуны, которые преодолевают очень высокие горы, перевалы, грузы возят. Эвенкиская порода, она, скорее всего, в тайге, где очень кучно, деревья сплошно стоят, они в глубоком снегу тоже хорошо идут, работают. А Чукотская, они тундринная порода, да, там мясо больше, ноги чуть короче, может быть, и они работают в тундре тоже по насту, по снегу. — Анастасия, в Доме Дружбы Народов очень много проводится мероприятий, хотелось бы затронуть эту часть работы. Мы поговорили о геркалении, об общественной работе вашей. А в Доме Дружбы Народов в последние годы, как там начала работать Ольга Петровна, это место, наверное, средоточия культурной жизни всех коренных малочисленных народов Севера. Мы там проводим праздники все, встречаемся, репетируем, приходим как к себе домой. Это благодаря вашему отделу Ольге Петровне Хлопкова и вам, Анастасия. Так что, как сезон в этом году открыли, как отработали и что до конца сезона у вас еще остается? — Ну вот сезон у нас обычно начинается в сентябре, после отпусков. Ну, как вы понимаете, в связи с пандемией у нас многие мероприятия прошли в такой вот заочной, виртуальной форме, либо через Zoom. Мы проводили несколько конференций. Например, в сентябре проводили научно-практическую конференцию по национальной одежде. Приехали из Магадана, из Камчатки были эксперты и участники. В общем, ну, кроме вот таких НПК, ну, соответственно, вы знаете, да, это наши разные отчетные концерты, мероприятия такие вот. Дни родных языков тоже вот в феврале обычно проводим. Но из-за пандемии у нас мероприятия уже не так массово проходили в ограниченном количестве в этом году, в этом сезоне. Ну, вот сейчас скоро предстоят календарные обрядовые национальные праздники народов. И звонок у нас, Анастасия, да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да, вы в феврале? Ну, коротто, Нариябин. Это, кутай, габар, алян, амния, он наборар, эдэннер, кута, корыстюбит тигет. Кинлер, туллара, айгит, манна, га, ха, ка, хэрэн, эдэн, эдэн, тулуттан, уратул харду, уаннаваллахана, билеген, бильсиягаттуден, уйтэхумбағаравын. Ну, вот по первому вопросу, да, мы, вообще, ассоциация венков, связи налаживала с венками Китая, рачонами, уже более 10 лет назад. Были подписаны предварительные соглашения сотрудничества, но там у них тоже, ну, как наша ассоциация венков, там у них тоже есть свои общественники. Ну, вот и последний раз ездили в 2017 году, там у них тоже большие такие праздники проводятся, как у нас, вот Бакалдын, ну, и у Исаха, например, Исех, вот типа такого, да, вот наши тоже, у нас у каждого народа есть праздники такие национальные, календарные. И вот наши аксакалы, члены правления, они ездили туда, и, ну, вот наши носители, они спокойно общались. Язык, например, там, конечно, диалектно отличается, немножко другой, но, тем не менее, мы их понимали. И я сама, когда с коллективом ездила в 2015 году, вот, когда они говорили, у них, конечно, вот, например, мы же немножко якутизированные же, да, венки, да, ну, не то, что немножко, мы даже сильно якутизированные, у нас и акцент другой, да, например, более якутский. У китайцев, соответственно, более китайский акцент, то есть, они говорят вроде по-эвенкийски, да, но у них вот ню-ню-ню-ню. Ага, скорость говорения и звука. Они немножко по-другому произносят, поэтому было чуть-чуть сложно понимать, но тем не менее понятно было. Я их понимала. Там, например, в городу Камачел, Бе-Ю-Эл, там поют, да, вот так, издалека приехали люди, да. Я это поняла, например. Ну, вот они там вот... То есть проблем общения нет? Ну, если знающий носитель человек, он может там спокойно разговаривать. Вот тот же мой брат Андрей, я всё время его привожу в пример. Мы, на самом деле, городские дети, да, но тем не менее, вот я сама сейчас до сих пор изучаю язык, но у меня уровень, скажем, начальный, такой не очень хороший, но я могу переводить тексты. Разговорный у меня плохой, но переводы я могу делать. А вот Андрей, он, живя в Венгрии, он язык выучил, он ещё, кроме того, и венский язык сейчас знает, работает в газете ЛКН. И вот он, когда ездил в Китай, он с ними общался очень хорошо, спокойно. То есть если вот понимать, знать язык, можно разговаривать, общаться спокойно. То есть китайские врачёны не потеряли свою идентичность, язык, культуру. Это радует, да. Ну и по второму вопросу, там по песням, да, мы не услышали там, потому что включение оборвалось. Ну, у нас сейчас ведётся такая работа по... Исследовательская, наверное, да? Ну, мы стараемся сохранить наших носителей. И вот есть студия «Тунгус Рекордс», создал её Джулустан Сидоров, вот, наш активист, и получает... И вот мы записываем пожилых носителей. Анастасия Еремеевна, я благодарю вас. Спасибо за очень интересный эфир. Приходите к нам почаще, рассказывайте свои новости. Видимо, и нашим зрителям тоже было очень интересно сегодня поговорить с вами. На этом мы прощаемся с вами. До встречи в следующий четверг. Будьте с нами. Спасибо. Аймакан. Пока, лдыдала. Субтитры подогнал «Симон»